Друзья, всем привет! Вы на канале Мой Сад Моя Гордость и с вами Елена. Сегодня я хотела, сегодня у нас 11 апреля, я живу в Сибири, в Новосибирске. Я хотела сегодня обрезать свою метельчатую гортензию, сделать ей обрезку. Кто уже знает, что осенью я обрезку не делала, говорила, что я делаю весной обрезку, то есть как мне надо, то есть я уже по факту вижу, где что сломалось под снегом, где нет. То есть делала просто косметическую обрезку, срезала цветочки и все на этом, друзья. И вот сейчас я хотела сделать обрезку своей гортензии, также сформировать кустик. Люди спрашивают, на сколько почек я обрезаю. Я смотрю опять же, где могу оставить одну пару почек, где две, а где могу и три. То есть это в зависимости от того, что вы хотите видеть. То есть если вы хотите видеть большие метелки, то нужно обрезать на одну пару почек. Если вы хотите помельче, значит на две обрезаете почки. Если хотите, чтобы их много-много было метелок, значит оставляете три пары почек. Тем самым, то есть это кто на что-то гораз, кому как нравится. То есть я люблю видеть свою гортензию, чтобы были хорошие пышные метелки. Вот, пускай их не так много, но они будут огромными и красивыми. Вот, этот сорт Pink Diamond. Метельчатая гортензия. Она у меня уже достаточно давно, наверное, уже лет 10, наверное, где-то так. Ну, примерно я говорю. Я ее стараюсь формировать. Тут под тяжестью снега у меня сломала большую ветку. Мне ее пришлось отпилить, которая снизу. Но, в принципе, я не расстроилась, потому что я и хотела ее убирать, потому что стараюсь крону поднять повыше. Повыше, то есть, чтобы, потому что сад у меня не такой большой, и мне хочется что-то еще снизу посадить и увидеть какую-то красоту. Поэтому я стараюсь и сейчас свои вот такие высокорослые гортензии приподнять их, приподнять, чтобы можно было что-то еще посадить, друзья. Ну и вот, давайте приступим. Вот эта вот нижняя ветка, не знаю, видите вы, нет. Сейчас я маленько опущу камеру. Вот так. Вот это вот, да, видите, да? Я ее сейчас просто-напросто спилю. Она мне сейчас здесь не нужна. Вот эту нижнюю ветку я убрала. Еще одну у нас крона получается выше. И теперь я буду сейчас делать обрезку. Делать обрезку. Так, сейчас я открою секатор. Так, немножко у нас потеплело. Давайте будем приближаться с вами. Буду вам все показывать. Так, во-первых, что смотрит вовнутрь, я это все удаляю, друзья. Потому что вовнутрь это тоже будет некрасиво смотреться. Вот, все ветки, которые смотрят вовнутрь, я их убираю. Нам это не надо. Так, все, которые повреждены, веточки, тоже стараемся убрать. Так, здесь вот у меня внизу тоже пошла вот такая ветка. Я ее тоже уберу таким вот образом. Оголю здесь весь ствол. Так, вот эту ветку я тоже удалю. Вот у нас, видите, какой получается уже хороший такой скелет. Так, эта веточка тоже вовнутрь смотрит. Так, что мы здесь видим? Вот здесь мы видим одна пара почек, вот здесь вторая. Вот здесь я сделаю обрезку. Здесь, которые пошли бабешки от этой ветки, я оставляю на одну пару почек. То бишь вот так. Вот, пошли дальше. Вот эту тонкую ветку я удаляю. Здесь оставляю тоже раз, два, две пары почек. Все, удалили. Выше идем. Что касается здесь. Также вот эту середину я удаляю. Вот они пошли. Молодые побежки, которые я обрезала в прошлом году. Оставляем раз, два, удаляем раз, два, удаляем. Таким образом мы формируем нашу гортензию. Удаляем раз, два, две пары почек. То есть получается вот такие вот рогатулечки. Это сейчас кажется страшненько, но когда это все начнет зеленеть, почки распускаться, вы посмотрите, как это прикольно. Все, говорю, которые смотрят в середину, я все, все удаляю. Так, замазываю варом только те, где я спиливала. Где я спиливала ветку, там я замажу варом. То, что касается вот эти мелкие почки. Ой, в смысле, то, что я обрезала веточки. Здесь я ничем не замазываю. Так. Здесь что мы видим? Раз, два, два. Так. Здесь мы, пожалуй, я оставлю вверху на одну пару почек. Потому что здесь уже более хлюпкие такие. Поэтому, чтобы цветочек был крупный и крепкий, я оставляю здесь по одной паре почек сверху. Так. Серединку удаляю. Вот. И таким образом мы делаем обрезку. Конечно, куст это не молодой куст, взрослый. Но лучше всего куст начинать формировать уже с молодого возраста. Тогда будет вам проще. Тогда вы будете уже знать, как и что лучше его обрезать. Так. Также здесь оставляю две пары почек. Это все удаляю. Вот. А здесь по одной паре почек сверху. И вот посмотрите, какой куст в этом году будет красивый. Обязательно вам покажу в обзоре. И с него я еще возьму множество-множество черенков. Вот. Можно и одревесневшие брать. Но я, мне больше нравятся черенки брать именно зеленые. Так. Как бы немножко прорежем его. Кустик этот. Гортензии. Тоже серединка удаляем. Так. Это все вырезаем. Здесь оставляем раз-два. И здесь раз-два. Все. Я думаю, что понятно, доступно. Объясняю я и показываю. Все видно хорошо. Так. То есть я вам еще раз говорю. Кто как хочет, да? Кто хочет крупные цветочки, значит, оставляем по одной почке. Кто помельче, по две почки. Вот. Как вам нравится. Так. Ну и вот, что у нас получилось. Собственно говоря, вот такой вот красивый стоит скелет. Я его приподняла, да? Две ветки. Одну сломала снег, конечно, по тяжести снега. Но я ее спилила. И еще одну ветку нижнюю я убрала. Вот. Приподняла. Приподняла вот таким образом я свою гортензию. Пинг-даймонд. Сделала ее крепкой, хорошей. Я сформировала вот такой вот скелет. Все нижние, ой, все нижние, я уже сказала, я убрала. Все веточки, которые смотрели вовнутрь, я их тоже убрала. Вот. Где тонкие и безжизненные веточки, я их тоже срезала. Потому что толку с них не будет. Будут совсем маленькие-маленькие метелки, что не есть красиво. Поэтому таким образом формируйте свою гортензию. Вот. Много ума не надо. Оставляем. Еще раз говорю. Когда одну почку, одну пару почек. Когда на две, кому на три. То есть кому как нравится. Здесь я сформировала. Где на одну, где на две. Вот. Таким образом я сформировала свою гортензию. Сделала ей обрезку. Вот. И в следующем ролике я буду обрезать древовидную гортензию. Буду показывать, насколько почек я буду оставлять. В следующем ролике обязательно вам покажу. Кому понравился мой ролик, ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик. Всем хорошего настроения. Вам тепла и добра. И друзья, до новых встреч. Пока-пока.